Компания Elysium существует на рынке отделочных материалов с 1995 года. Собственное производство было запущено в 2006 году. Первой продукцией стали виниловые обои шириной 0,53 метра. В 2010 году компания Elysium расширила производство, установив новое оборудование всемирно известных в своей отрасли английской компанией Laserfix и Immersion & Renwick. Благодаря этому в ассортименте Elysium появились обои шириной 1,6 метра. В том числе обои под покраску, обои с флоковой текстурой, обои имитирующие декоративную штукатурку и различные покрытия. Всего за несколько лет фабрика Elysium прошла большой путь развития. Было создано серьезное производство и разработано несколько десятков различных коллекций обоев. В настоящее время производственная база фабрики располагает самым современным европейским оборудованием, что позволяет производить обои высочайшего качества. На фабрике освоены современные технологии и наложен выпуск обоев шириной 0,53 метра и 1,06 метра в категориях шелкография, горячее тиснение, ингибирование, трафаретная печать. Ассортимент фабрики постоянно обновляется и составляет более тысячи артикулов. В составе компании работает профессиональная дизайн-студия. Кроме того, Elysium плодотворно сотрудничает с зарубежными дизайнерами. Сегодня под маркой Elysium производится коллекция обоев в разных стилях, от классики до авангарда. Это позволяет создавать эстетически выразительные обои в соответствии с актуальными тенденциями рынка. Крышки, чтобы он был натуральным, его заказывают, как правило, в трех цветах. Белый, черный и вот такой цвет. Мы привезли один, я потом вам разницу просто дать посмотреть, прощупать. Чаще всего, чтобы сделать водоподиск, если это горячее, тем более тиснение, рельефное, он делается, точнее, вал, который делает водоподиск, делается в ручной гранировке. Одна ошибка и работа там полгода может просто улететь на смартфон. Поэтому это очень аккуратная, ювелирная работа. Такой вал, ну, сам по себе вал, после того, как водоподиск будет в район, изготавливается порядка двух месяцев. Стоит эти валы, могут, ну, до трех миллионов рублей, в зависимости от сложности рисунка. Вот, и после того, как этот вал получили, мы после этого можем делать обои, вот примерно так создается эскиз. Слушай, вы нам передайте его, посмотрим. Да, мы передайте его. Интересно, как он будет. Ну, и после того, как мы уже получили откист, мы подбираем цвета, какие мы хотели видеть, фону, производим на производственный эксперимент. То есть первый выпуск, корректируем цвет, например, да, корректируем регистр, чтобы рисунок совпадал с тиснением. И после этого всего они, хотя бы, оказываются в нашем высочном зале. После этого мы нарезаем, доправляем вам, но вы уже оцениваете их и продаете им. Ну, собственно, всё у меня на сегодня, по первой части. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу, задавайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!